Росавиация обнародовала новые факты, которые доказывают несостоятельность отчета голландской стороны о причинах крушения малазийского Боинга в Донбассе. В ходе исследований и натурных экспериментов установлено, что, к примеру, приводимые в документе характеристики осколков не имеют отношения к ракете комплекса БУК. А именно такая, по мнению иностранной комиссии, была выпущена с земли в июле 2014 года. Все детали, опровергающие выводы нидерландских специалистов, изложены в письме, направленном в Совбез Королевства. Там уже подтвердили, что утром получили послание из Москвы. Тимур Сирозеев с подробностями. Российские специалисты три месяца изучали результаты расследования голландской стороны. В ходе анализа, как сказано в письме, установлены важные факты. Они указывают на необоснованность и недостоверность сведений, приведенных в окончательном отчете. Окончательный отчет, который был представлен, показал лишний раз о том, что задача комиссии стояла все подогнать под уже озвученную и представленную версию, а не объективно расследовать причины крушения воздушного судна. Один из главных выводов, сделанных голландской стороной, связан с тем, из какого орудия и какой ракетой был сбит пассажирский Боинг. The Dutch safety board concludes that flight MH17 was downed by a 9N314M warhead, carried on a 9N38 series missile, as installed on a buck surface-to-air missile system. Однако российские специалисты установили, характеристики осколков и пробоин на фрагментах самолета не соответствуют характеристикам, которые образуются при взрыве боевой части 9N314M. Она начнена поражающими элементами в виде двутавров. Их еще называют бабочками. При взрыве таких осколков должно быть тысячи, а в отчете голландской стороны сказано, что обнаружено лишь несколько подобных элементов. Очень странно, что на протяжении этого расследования количество этих элементов менялось. То говорили три, то два. Где они были обнаружены, мы также, скажем так, не увидели документально. Один, как нам было сказано, найден в кабине пилотов, изъят из кабины пилотов. Когда мы попросили предоставить нам материалы изъятия, как это должно быть сделано, запротоколировано, сфотографировано. У них это сделано в отношении многих других поражающих элементов, которые они нашли в воздушном судне. В отношении двутавров ничего этого не сделано. Эти бабочки должны были оставить характерные пробоины в обшивке самолета. В октябре производитель Буков Алмаз-Антей провел натурное испытание. Как выглядело бы, если бы в Боинг попала ракета с боевой частью, начиненной двутаврами. Слева кабина малазийского Боинга. На ней действительно множество следов от осколков, но ни одного в виде бабочки. Справа кабина самолета, который был обстрелян во время эксперимента. И множество пробоин от двутавров. Кроме того, в голландском отчете странным образом меняется масса якобы найденного на месте крушения осколка. До взрыва двутавр весит 8,2 грамма. В ходе испытаний установлено, элемент при поражении самолета теряет максимум 10%. То есть его вес должен был быть около 7 граммов. А по версии голландской страны он весил около 6 граммов. Несмотря на то, что в присутствии всей комиссии это было сфотографировано, и поражающий элемент был взвешен, и весил он 5,6 граммов, в окончательном отчете он почему-то представлен весом уже 6,1 граммов. Для нас это тоже было удивительно. Это, в общем-то, прямая фальсификация фактов. Голландские специалисты в отчете указывают, что в обломках самолета найдены части и самой ракеты серии 9М38. В августе 2015-го члены комиссии по расследованию представили российской стороне фотографии пяти фрагментов. Среди них и части корпуса третьего отсека ракеты. Судя по фотографии, на нем не было существенных повреждений. Однако натурные испытания «Алмаз-Антея» доказывают, что при взрыве третий отсек ракеты должен быть серьезно поврежден, исходя из чего российские эксперты делают вывод. Сохранность и отсутствие следов взрывной деформации на корпусе третьего отсека, якобы найденного рядом с обломками Boeing 777, указывает на то, что он наиболее вероятно не принадлежит ракете, воздействие которой привело к катастрофе самолета. Возможно, именно поэтому в окончательном отчете голландцев фрагмент третьего отсека вовсе не упоминается. Российские специалисты проанализировали и траекторию полета, по которой по версии Нидерландов летела ракета, а также угол и расстояние ее взрыва от самолета. Сведения, представленные в голландском отчете, противоречат данным испытаний и основным характеристикам ракеты. А значит, тип ракеты указан неверно, считают специалисты. «А в последнем акте, как сегодня Олег Старчевой объявил, даже не указана дальность взрыва. Они указывали одну дальность, потом уменьшали ее, а теперь вообще не указали. Это говорит о том, что эта комиссия пользуется какими-то дворовыми и уличными данными». Также, по мнению российской стороны, вызывает недоумение тот факт, что в отчете место запуска ракеты указано в виде района площадью 320 квадратных километров. Хотя современные ученые, занимающиеся баллистикой, могли установить конкретную точку запуска. Как говорит Олег Старчевой, голландцы не стали этого делать, потому что буквально сразу после трагедии на Западе назвали виновников катастрофы и место запуска ракеты. А Нидерланды должны были лишь подтвердить эту версию. Этим же объясняется и то, что в отчете указана ракета серии 9М38 старого образца, стоящая на вооружении Украины, а боевая часть 9Н314М от новой модифицированной ракеты Бук-М1, стоящей на вооружении России. «Невозможно новую боевую часть установить на старый тип ракеты. Это невозможно технически и организационно. Поэтому все эти нестыковки, о которых мы говорим, они как раз и привлекли внимание Росавиации. Собственно, письмо, которое направлено в Нидерланды, оно говорит об этих нестыковках. И мы еще раз последовательно напоминаем в совершенно открытом гласном режиме о том, что расследование идет неправильно». «Как мы объективно доказывали, что изначальная версия о новой модификации ракеты Бук-М1, она не может прилететь к самолету под таким углом, имея специфику работы, скажем так, пускового механизма. Тогда голландская сторона уже начала заниматься тем, что ракета стала комбинированной. Потому что им надо было подогнать все под те якобы найденные элементы». В своем письме на имя председателя Совета по безопасности Нидерландов Олег Старчевой указывает и на тот факт, что комиссия по расследованию необъективно оценила степень вины Украины. Согласно международным правилам, Киев должен был полностью закрыть воздушное пространство сразу после начала вооруженного конфликта. Кроме того, заявления о вероятном присутствии на востоке Украины тяжелых средств ПВО, не подконтрольных Киеву, по мнению российской стороны, не обоснованы.